Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. 1213. Событие дня. Послание к Криминам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. За 12 апреля 2019 года. Как всегда, объявление. Легко затормозить, просчитать. Умерла сестра рано, остались дети. И люди посоветовали, говорят, вы сделайте объявление, чтобы кто-то может что-то поможет. Юрий Соболев пишет. Благодарю за вчерашнюю беседу, Игнатий Тихонович. Как и обычно, после разговора с вами, мой дух мирен и благостен. Спаси Христос. Добавка. По поводу приезда в Потеряйпку, как Бог усмотрит. Наш педколлектив во время универсиады в нашем городе выгнали в отпуск на месяц март. И теперь отрабатывают всем этот месяц в июле. Посему, пока такая перспектива на работе, но Бог как даст, может что и изменится. Вот совсем небольшой фрагмент в сегодняшней передаче застав по союзу окончания. Священник верный говорит о благовестии. Не проклиная, утверждать Христа, не лезть в пещеру, спасая себя, только идя на благовестие. Созвучен с темой нашего вчерашнего разговора с вами. Посмотрите, Игнат Тихонович. Там минуты три. Сорок в седьмой. Минута двадцать одна секунда. Вот оно есть. Я говорю, посмотрел. Этот батюшка любви с патриаршей. Всех люблю, никого не осуждаю. Пять слов без пробелов. Одним словом пишется. Я теперь опровергаю его. Он говорит только, любите первые христиане. Они любовь показывали и нигде никого не лезли, не упрекали. И поэтому народ привлекался к ним. Нет, конечно. Нет, даже грамма нет ни одного. Первые христиане были воинственные. Они вызывали буквально всех на битву. Они знали, с ними Христос. Это полная вера. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Зачем бы это писать было? Не спрашитесь. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и облегчайте. Считаем. Господь говорит, разве вы не считали? Это слово встречается несколько раз. Матфея двенадцать три. Разве не считали? Дальше. Матфея двадцать один шестнадцать. Марка двенадцать двадцать шестнадцать. Разве вы не считали? Это жития святых. Новый завет. Ветский завет. Все об этом говорит. Матфея тридцать семь. Увидел же Иоанн многих парисеев в Саддуке, идущий к нему креститься, сказал им. Порождение ехиднины. Ну, никто знает, ехиднина – это род змеи такой. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Матфея двенадцать три. Четыре. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе будущее злы? Ибо от избытка сердца, говорят, уста. То есть ехиднинами называют не только их, но и родителей. Порождение ехиднины. То есть это кто их родил? То есть отцы. Ну и дальше сами прочитайте места Писания. Которые говорят об обличающей силе Слова. Водеяние семь пятьдесят два. А кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которые предателями-убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Это что, улыбка была? Слушайте, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Вот так. А то, батюшка, сидеть любись. Я вот сразу понял. Только посмотрел. Это всем надо хорошо быть. То есть медуза в словах. А других страхом спасайте. Ну и считайте дальше. Затормозите и прочитайте. Я вперед гоню. А если взять и по житиям святых, то там море обличения на самом высоком уровне. Вот считайте. Пятого мая-то рождена. Управитель Сидеки призвал ее. Ответ был. Не сяду с несчастивыми. То есть они как бы прям рвали их. Сходу. 30 мая Исааки Далманский. Император Валент не раз просил его. Монах, прекрати обличение, а то худо будет. Но Исааки продолжал обличать и победил злодея. Так он и погиб, Валент. Императора. 20 октября в житии Артемия. Юлиану Отступнику сказал. Тебя Бог допустил прийти на нас, как дьявола наивого праведного. Вот это да. Никого они не обличали. 5 января Савва о священной житии. Шли все монахи убеждать царя в его неправоте. Монахи разогнали все войска и еретиков. С чем они пришли? С кольями. Ну сколько вывел как? По хоме. 11 тысяч. Дивизию сразу. Ну и одновременно вот это и есть боевики, штурмовые отряды Гитлера. Это я к примеру говорю. Конан и Саврянин. Когда его арестовали, то христиане с оружием в руках освободили его. 13 ноября Анзо Таус послал дьякона сначала сказать обличение царицы, а потом не допустить ее в храм. И кончилось с чем? Ну, одному я пишу так. Я уже раньше писал об этих материалах вот здесь вот, в моем мире. Что нельзя ли это сделать в виде, как книга листается. Моя переписка в мире, в моем. Один говорит, да ничего ты не дает. Добродеев. А я вот говорю, дает. Гусейнов пишет. Обижаете, Игнатий Тихонович, я кофе с чаем не пью. А вы предполагали в событии дня 2 апреля, что я якобы пьяный или под наркотиками. На самом деле мира нет на душе. И в голове война в этой связи. Я мучаюсь здесь при жизни в аду. Считаю Библию сейчас, но на сердце злость и ненависть с неприязнью. И страх оказаться опозоренным, униженным. Ну, отвергнись с себя, возьми крест свой. Ну, что ж ты делаешь-то? Кто еще сказал, да наплевать, да забыть? Поговорка такая. Нет, только намек какой-то. Все, все, черный список, все, выкинул. Я тогда вот это написал. Юрий Соболев говорит, действительно, обречения за Иос не было. Просто, когда слышишь что-то здравое, этому зерну малому радуешься. Благодарю, Игнатий Тихонович, за ваш ответ. Спаси Христос. Я отмечаю, не то, что не было обречения, но он говорит попьющую неправду о первых христиан, что это были вроде как леденцы под языком у язычников. Христиане объявили непримиримую войну всем ложным божествам. Они клеймили язычников, как зверей. Об этом все жития. 1 Коринфянам 10.20. Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Ну, как они могли простить это? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 2 Коринфянам 4.4. Для неверующих, у которых Бог века сего слепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который из образ Бога невидимого. 8 июня Прокопий. Насильнику жены ответили, в воду почувствуешь муку. И он отдал душу демонам. 21 декабря июля Ания. Ответила жениху, как я соединюсь с врагом царя. Брак с тобой – это гроб смердящий. Она была обречена ему на 9-м году жизни, а усечена на 18-м. Ну, то есть закололи, зарезали. 5 мая Ирина. 4 апреля Иосиф Песнопевес. Ольве Армянине говорили, по имени и по делам ты зверь. Лев. Ишь, обыгрывает как. Антонина 10 июня. Нам учителя говорила, не звергни его на дно ада. Кто-то пишет, мужчина по сердцу Божьему. Что это? Название его или сам себя так? Это действие. Человек с большой ревностью о вере. Проповедник и миссионер с большим опытом лекторской работы, миссионерских акций. Невероятно трудолюбие и деятельные активности. Человек с полувековым опытом организации детского христианского православного трудового лагеря. Написал почти 40 книг томов. С его биографией можно ознакомиться в книге «Для слова Божия нет уст». Огонь веры Лапкина, его слова. Одним причиняют боль, страх, дискомфорт, а других согревают. Освещают все жизненные вопросы во свете Библии и Святой Библии. Ну и дальше все места. У Игнатия Тихоновича много критиков. Справедливых или нет, это покажет время и Божий суд. Однако после прочтения его биографии становится очевидно, почему Лапкин имеет полное моральное право обречать современные нравы и порядки, точнее беспорядки в Русской Православной Церкви. Ну, там, у меня там столько отзывов было. Вот я взял, два тут показал. Ну, вот это наш ресурс, называется «Мой мир». «Мой мир» очень хороший. Легко в нем переписываться. Не то, что там контакты, да, не знаю даже. Украинские журналисты продолжают испытывать людей вопросом, чей Крым. Испытывают не только украинцев, называя их своими и не своими, но и представителей иностранных делегаций. Умудряются задавать этот вопрос членам правительства тех или иных стран. А затем обсуждают эти ответы на страницах своих СМИ, средствами массовой информации, удивляются, негодуют, заявляют о скандалах. На этот раз в сети попался премьер-министр Армении Никол Пачинян. В украинском обозревателе статья вышла под заголовком «Чей Крым». Вот ответ какой тут был. Ой, Юрий, еще просчитать, что-то тут есть. Это вот еще сейчас считал, я как раз на это ответил. Аминь. Благодарю за разъяснение, Игнатий Тихонович. Во свете вышесказанного «быть может» позиция того батюшки такова по банальной причине отсутствие такого знания писания и предания, и их правильное соотнесение, которым обладаете вы. При этом любви не исключается. Задумывался вот о чем. Все же нужно посмотреть в свое нам отношение к парисеям, законникам. У нас православных они исключительно в отрицательном свете выглядят. Но это те, кто сохранили и донесли Слово Божие. Те, кто следили за порядком жизни, исполняли заповеди ревностно, обличали, врачевали. Чем не ветхозаветная соль земли? Иудейский мир осоляли достаточно. Увы, забыли. Главное – любовь, милосердие. Вот бы нам мы подтянуть это первое обличительное и верно уразуметь смысл истинной любви. Но обличители должны быть непорочные, чистые. Иначе как обличать, когда сам с ног до головы и изнутри? В полях и грехах. В полях. Правильно? Нет. Отсюда и такое состояние церкви. Пока кроме вас никого и нет в этом служении. Видишь, как люди понимают. На полях он написал «помоях» – опечатка. Вот видишь, я не знал, что тут будет пояснение. «Помоях». Ну вот так. Показать наши ресурсы. Мой мир еще показал. Это вот открытым оком православный видеоканал. Православный – это наш форум, 1600 тем. Ну и «О свете Библии» – православный библейский сайт. Тут вопросы справа. Вот это все. Все можно. Ну, на этом сегодня все. Что вчера было? Какие события-то? Ну, один тут дома сижу, переписываюсь. Смотрел от корки до корки. Как батюшка березовку берет. Сам тут беру. Одна береза у меня стоит. Сычок пришлось отрезать. Он сильно мешал. А теперь он течет. Я туда подотнул, в эту банку пятилитровую. И он набирает у меня их. Уже больше пяти литров набрал. С одного свечка. Когда отпилил-то, я не думал, что так будет. Ну, вот это у меня все.